МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталью Кустинскую называли советской Брижит Бордо. И это неудивительно. Фигуристая голубоглазая блондинка была самоочарование. Чего мы добились? Одиночества? Но недаром говорят, не родись красивой. Судьба актрисы сложилась печально. У Кустинской было шестеро мужей, но ни с кем не сложилось долгого счастья. А ее единственный сын Дмитрий скончался в 32 года от передозировки наркотиков. Она все время себя кляла за это, что она занималась своей карьерой, но она всегда его любила, естественно. Это ее действительно кровоточная рана. После ярких ролей в юности Кустинская практически больше не снималась. С годами ее красота стала тускнеть. Очень тяжело стареет именно красивая женщина. Потому что некрасивые женщины, они как-то объективно относятся к себе и к своей судьбе. И они, как ни странно, лучше устраивают свою жизнь, чем красивые женщины. К тому же Наталью Кустинскую не обошло зло под названием алкоголизм. После смерти сына она начала сильно выпивать. Это страшно, это ужасно, но это иногда невозможно предотвратить. То есть у человека это происходит, и он не может остановиться. Позже к этим проблемам добавились еще проблемы со здоровьем. У актрисы стали отказывать почки. Из-за этого она сильно отекала. Под конец жизни Кустинской в ней невозможно было узнать задорную красавицу из картины «Три плюс два». Анастасия Волочкова из «Царевны лебедь» превратилась в эпатажную светскую львицу. Вот фото юной балерины. Согласитесь, прелесть, а не девушка. Трудно сравнить с сегодняшней Анастасией. Начались эти перемены после ухода Волочковой из Большого театра в 2003 году, когда против балерины ополчился практически весь коллектив. Иксанов, директор театра, заставлял даже тех, с которыми я не танцевала, подписать письмо против меня, что якобы я большая и толстая, со мной тяжело танцевать, что они отказываются. Ну, просто им это было сказано в качестве ультиматума, что если они не подпишут это письмо, то их карьера в Большом театре будет завершена. После увольнения Анастасия начала делать сольные проекты, но быстро смекнула, что на этом много не заработать. А вот скандалы позволят оставаться, если уже не на сцене Большого театра, то на сцене шоу-бизнеса. И Волочкова стала шокировать публику разными выходками, все больше теряя свой нежный образ и выставляя себя порой в неприглядном свете, хотя некоторым нравится. Анастасия, безусловно, яркая, и мне кажется, ее сложно испортить чем-то при такой грации пластики. И все-таки, когда, ну, отчасти она спортсмен, да, то у нее всегда потрясающая фигура, невозможно испортить. А что касается леса, ну, может быть, есть какие-то возрастные изменения, но у кого их нет, да? Изменений у Волочковой немало, но возраст тут явно ни при чем. Старомодный татуаж бровей, накладные ногти, шиньоны волос, увеличение груди, которое Настя, конечно же, отрицает, уверяя, что у нее все исключительно натуральное. Стилисты обожают разбирать внешность и одежду балерины в качестве примера того, как не нужно выглядеть. А мини-бикини Волочковой максимально поражают всех вокруг. Ну, есть хоть один честный человек, который ей не просто скажет, «А ты что, дурша? Ну, хватит уже, что ты себя гробишь-то? Кто-то ужасается, а мне жалко, мне больно на это смотреть». Многие действительно стали замечать за артисткой неладное, обсуждают, что балерина часто появляется на публике в нетрезвом виде. Например, в одном из интернет-шоу не могла ответить на простые вопросы. «Я же такой, господи, сейчас, подожди». Делала шпагат на столе, глупо смеялась и порой не понимала суть того, о чем ее спрашивают. Но похоже, что самой Волочковой абсолютно все равно, в каком свете она себя выставляет. Так, мои золотые. Помимо двух ипостасей самых главных – сцены и балетного зала – я имею право делать все, что я хочу. И тем более, если речь идет о том, что я делаю это в своем доме, сплю с кем хочу, ем что хочу. В моей тарелке уже люди живут, там вся страна. Так там тарелка пуста, салатные листья, понимаете, и вареные яйца в смятку. И пить могу то, что я хочу, и кальян свой курить. Анастасия как будто уже и не знает, как жить без скандалов. И при этом считает, что такой образ жизни никак не сказывается на ее внешности. 47-летняя балерина уверена в своей красоте, хотя ежедневно артистке прилетает в соцсетях огромное количество критики. Крылья растут у богини Волочковой. Знаете, кто-то обсуждает. Такие бабы, у которых, знаете, то лицо, выражая то лицо, чем садятся на кольцо. А когда посмотришь на эти жопы, то хочется сказать, моя золотая, не надо поднимать ногу так высоко, как я. Подними свою задницу и принеси ее вот в спортивный зал или куда-нибудь для того, чтобы она у тебя привелась в соответствии. Потому что моя-то форма даст фору любой 20-летней девушке. Нам остается лишь пожелать всем такой самоуверенности, как у Анастасии. Как вы думаете, что общего между этими людьми? А то, что это один и тот же человек. Актер Борис Быстров. Только слева ему 21 год, а справа 78. Он прославился, когда снялся в сказке «Волшебная лампа Алладина». Заверну нельзя брать за руку. А я уже взял. В одночасье Борис Быстров стал секс-символом советского кино. Но интересной карьеры в кино у него не получилось. После он снимался только в небольших эпизодах. Во многом этому способствовало то, что Борис стал злоупотреблять алкоголем. Со временем отстроенного красавчика Алладина не осталось и следа. Борис Быстров возмужал, располнел. Да и возлияния отразились на лице актера. Я с ним снималась даже в фильме, который назывался «Заряженные смерти». Был такой боевик. Я не сразу узнала в этом мужчине. Волшебная лампа Алладина, того самого Алладина. Того красавца, тонченого, изысканного. Но, к сожалению, время берет свое и не щадит никого, даже очень красивых мужчин. Бориса Быстрова спасла любовь. Две его первых жены, актриса Инна Кмит и танцовщица Татьяна Лейбель, ушли от актера именно из-за его пагубной привычки. Но третья жена Бориса, актриса Ирина Савина, взялась за мужа всерьез и помогла ему завязать. Она поддерживает его во всем и считает актера до сих пор прекрасным Алладином. «Честно говоря, для меня загадка. Я бы его снимала с утра до вечера, потому что он на экране очень хорош, он яркий, он выпуклый, он вообще и в жизни индивидуальность». Сегодня Борис Быстров почти не снимается в кино, зато он стал прекрасным мастером дубляжа. Его голосом говорят актеры в фильмах «Кинг-Конг», «Люди в черном», «Трансформеры», «Люди Икс» и много других. Кстати, по иронии судьбы Борис Быстров вновь столкнулся по работе с Алладином. Мультик «Волшебная лампа Алладина» был такой, знаете, сериал, да? Большой-большой? Но я там, кстати, я там озвучил попугая яга. Вот. Помните такой противный попуга? Вот это я его озвучивал. При каких условиях труда попробуй не лихнуться! А-а-а! Крибли-крабли-бумс! Актриса Валентина Серова когда-то жила, говоря современным языком, в шоколаде. Слава, деньги, почет. Муж – знаменитый поэт Константин Симонов. Ее обожали, ей завидовали. Вот только не все так просто было в семье Серовой. Ее муж не нашел общего языка с сыном актрисы от первого брака Толей. И мальчика на много лет отправили в детский дом. Он не получил ни ласки матери, ни ласки отца. Он сразу стал каким-то таким, знаете, ненужным придатком. Симонов сделал все, что мог, чтобы ребенка отдали, значит, куда-то в какие-то... Ну, короче, с глаз долой, с сердца вон. Возможно, именно из-за этих переживаний Серова начала злоупотреблять спиртным. К тому же алкоголя в доме всегда было море, как и гостей, которых обожал принимать Симонов. К сожалению, Симонов научил ее пить. И это стало большой ее трагедией. Потому что даже они говорят, что у нас гримерки, да, коридор, ну, там туалет, там душ, где актеры после спектакля могут помыться и смыть свой грим. Вот, и она там, прямо говорят, в унитаз, там, где вода, прятала бутылки. За несколько лет знаменитая актриса превратилась в обычную алкоголичку. В итоге муж ушел от нее, забрав их общую дочку. Режиссеры перестали снимать сиропу в кино. Из театра ее уволили. Актрисе пришлось переехать из шикарной квартиры в коммуналку. Она жила очень трудно, материально ужасно. У нее был совершенно пустой дом. У нее никаких не было нарядов. Она говорит, все наряды разобрали, ничего нет. Когда-то она же была богатая, знаменитая. А потом она стала нищенкой просто. У нее ничего не было. Последнее появление Серовой на экране случилось в фильме «Дети Ванюшиных». В постаревшей женщине с плохими зубами и мешками под глазами уже было сложно узнать красавицу-актрису. Какой он у вас милый мальчик. Я надеюсь, вы не в претензии, что он меня уже называет мамой. А меня мамашей зовет. Когда человек злоупотребляет, это, безусловно, сказывается на всем. И на его внешнем виде первостепенно. И вообще, в принципе, на таких... Ну, так говорят, что даже люди, которые злоупотребляют алкоголем, что даже мозг совершенно атрофируется. Валентина Серова так и не смогла победить свою пагубную привычку. В 1975 году ее нашли мертвой в собственной квартире. Она лежала на полу с разбитой головой. Актрисе было 57 лет. Когда-то Линда Евангелиста была одной из самых востребованных супермоделей мира. Это ей принадлежит знаменитая фраза «Я не встану с постели меньше, чем за 10 тысяч долларов». Я восхищалась в свое время вот этой кошачьей... Такая необычная внешность, это раскосые глаза, вот эти губы. Ну, ее прям все так органично. Она нереально красивая вот так от природы, да. Такая красота... ...очень эстетская. Однако позже модель исчезла из виду. Если ее коллеги Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Клаудиа Шифер продолжали сниматься для журналов, выходить на подиумы и просто появляться в обществе, Евангелисту нигде не было видно. Но однажды папарацци подловили ее на улице и все ахнули, как изменилась модель. Линда очень сильно располнела. Позже Евангелиста дала интервью, где объяснила, что случилось с ее внешностью. Оказывается, ей сделали неудачный криполиз. Это процедура, когда с помощью холода убираются лишние жировые отложения. Но в случае с Евангелистой проявился редкий побочный эффект. Вместо того, чтобы уменьшиться, жировые клетки стали разрастаться. Почему она решилась? Ну, я думаю, что она просто поверила в медицине. Возможно, она была как подопытный кролик. Пообещали что-то, как это у нас часто бывает, будешь суперкрасоткой, навсегда, напожизненно. Но никто гарантий никогда никаких не дает по поводу косметических процедур, какой бы топовый хирург или косметолог не был. После этого супермодель стала затворницей и подала в суд на медицинскую клинику. Она требует 50 миллионов долларов. Правда, это как раз тот случай, когда не в деньгах счастье. Ведь свою прежнюю форму Линда никак не может вернуть. Александра Завьялова стала звездой после фильма «Тени исчезают в полдень». Она очаровала всех не только своим актерским талантом, но и необычной красотой. Как говорили критики, с ее лица можно было писать иконы. Зачем мы тут? Убивать можно по-разному. А вот так Александра выглядела в последние годы своей жизни. Что же случилось с актрисой? Увы, тот же бич – алкоголь. Все началось с несчастной любви. На одном из приемов в посольстве США Завьялова закрутила роман с американцем, владельцем судоходной компании. И советские власти ей этого не простили. Любовника актрисы тут же выслали из страны, а ее саму записали в неблагонадежное. Как бы, да, нам, звездам, многое не позволено. Мы всегда на виду. А вот роман с иностранцем – это ты автоматически становишься врагом народа. Оставшись без любимого и практически без работы, Завьялова впала в глубокую депрессию. На этом фоне у нее нарушилось психическое здоровье. Она могла днями напролет лежать на диване, смотреть в потолок и плакать. Она просто уже на себя махнула рукой. Поэтому она была убита и уничтожена. Поэтому что она могла сделать? Поэтому, конечно, большая разница. Она внешность в молодости и в юности. Она же тоже за собой уже бросила следить. И ей даже было, видимо, это и не нужно. Позже Завьялова начала прикладываться к бутылке. У нее все чаще стали случаться приступы психоза. Нередко ее забирали в больницу из-за неадекватного поведения. Она могла подойти на улицу и дать пендель человеку. Просто так. Просил ее в Америку забрать. То есть, к примеру, ко мне подруга приходила. Она перед ее носом закрывала дверь с криками «Не пущу сатана». Бросить пить актриса уже не могла. И помочь ей было некому. С единственным мужем, художником Дмитрием Бучкиным, она давно развелась. Их дочка Татьяна ушла жить отдельно. А сын Петр, рожденный Завьяловой от неизвестного любовника, тоже пристрастился к спиртному. Отбирал у нее пенсию, издевался над ней. И хочется... Я иногда, вы знаете, даже так думала. Может быть, это расплата действительно. Господь Бог вот так вот дает. Или мы называем судьба, как хотите. Дает вот много счастья. И потом вот так вот такую цену надо платить. В 2016 году Завьялову в пьяном угаре зарезал собственный сын. Его приговорили к восьми годам заключения. Многие отмечали, что было нечто роковое и магическое во внешности Валентины Малявиной. Один ее взгляд чего стоил? Пронзительный, гипнотизирующий. Большие распахнутые глаза. Нежные такие. Как бы немножечко такие встревоженные. Мне кажется, мужчинам должны очень нравиться. Александр Збруев, Андрей Тарковский, Павел Арсенов, Александр Кайдановский. Малявина крутила романы самыми интересными актерами и режиссерами. Но недолго. Ведь за нежным образом актрисы скрывалась невероятная эмоциональность. И если надо было защищать Валентину, то от нее самой же. В 1983 году ее обвинили в убийстве ее возлюбленного, актера Станислава Жданько, который был младше Валентины на 12 лет. Мужчина скончался от удара кухонным ножом в грудь. Там вообще история была дикая совершенно. Трагедия произошла в 1978-м. Арестовали Василю в 1983-м. Причем, ну, она же, ей дали 9, по-моему, 4, 4,5 она где-то сидела. После этого рокового события многие отвернулись от актрисы, и ее жизнь стала скатываться в пропасть. Малявину перестали снимать, выгнали из театра. Алкоголя, который и ранее присутствовал в ее жизни, стало еще больше. Валентина стремительно теряла свою красоту. Конечно, актриса, которая уже начинает выпивать, она за собой уже не следит тщательно. Она не смотрит ни за своим весом, ни за укладкой волос. Уже никак она, уже ничто не идет под контролем. А идет, вот, лишь бы себя расслабить и ничего не помнить. Из-за своей пагубной привычки Малявина получила травму головы и потеряла зрение. Последние годы жизни она провела в пансионате для инвалидов. Актриса скончалась в 2021 году в возрасте 80 лет. Когда-то этого парня с гитарой и роскошной шевелюрой знала вся страна. Песни обаятельного Сергея Чумакова стали настоящей чумой, которая захватила все дворы и застолья в 90-е годы. Девчонку-малолетку. Откуда я знаю эти слова? На-на-на-на-на-на-на-на, девчоночку-кокетку. Обижай, не обижай, жених, девчонку-малолетку. Все прочили Чумакову лишь нарастающую славу и успех. Но потом Сергей неожиданно для всех пропал. Некоторые и вовсе думали, что артист умер. А Чумаков-то жив, потому что говорили, он пил, пил очень. Прямо все говорили, я говорю, ну как же так, ну вот снесло крышу, такая популярность. Говорят и правда, Сергей Чумаков от славы потерял голову. Она пришла к артисту стремительно. Появились деньги, узнаваемость. А вместе с этим и звездная болезнь. И как следствие алкоголь. Вскоре с певцом перестали сотрудничать все композиторы и продюсеры. Пьянство сильно сказалось не только на славе артиста, но и на его внешности. От стройности не осталось и следа. В какой-то момент Чумаков весил под 100 килограммов. Исчез и его некогда роскошный чуб. Если раньше артисту невозможно было спокойно пройти по улице, то сейчас он просто сливается с толпой. Сергей очень изменился внешне. И, честно сказать, я бы его не узнала. Потому что, во-первых, лысые мужчины, они, в принципе, к тебе привлекают много внимания. Но когда у тебя есть волос, а потом их нет, вообще лицо меняется абсолютно просто. Совершенно другой человек. Долгие годы пагубной привычки ударили и по здоровью артиста. После сердечного приступа Сергей взялся не только за сердце, но и за голову. Бросил пить, стал заниматься спортом. И даже делает попытки возродить свою карьеру. Стал ходить на телешоу, исполнять свои старые хиты. Говорят, что планируют написать новые песни. Но вернуть славу, как и красоту, уже практически невозможно. Гадюга, какая ты, гадюга. Оттай, хорошая, отстань. Ирина Печерникова из популярной красавицы актрисы превратилась в затворницу с внешностью пьющей женщины. Слава обрушилась на актрису после фильма «Доживем до понедельника». Ее внешность никого не оставила равнодушным. Черкасова, галлаут, выйди вон! Таких актрис очень мало. У нее всегда было очень тонкое, изысканное европейское нервное внешность, нервное лицо. И судьба у нее была, я думаю, очень непростая. Печерникова была вся в кино, театре, но с годами ролей становилось все меньше, и Ирина стала сильно выпивать. Несколько раз она лечилась в наркологических центрах от алкоголизма. Именно в одном из них она встретила свою главную любовь – Александра Соловьева, который стал ее третьим мужем. Они были безмерно счастливы, но счастью не суждено было продлиться долго. Александр трагически погиб. В какой-то степени, может быть, если бы с Сашей не произошла трагедия, может быть, действительно, они бы когда-нибудь исчерпали интерес друг к другу. Почему нет? Но, да, это вот оборвалось слишком рано, когда это все, их чувство было на пике, на взлете еще. И от этого такая ссаднящая рана. После смерти мужа Ирина ушла в долгий запой, стала много курить и даже попала в клинику неврозов на полгода. Актриса перестала быть похожей на себя. Лишь ее родинка и короткая стрижка могла напомнить зрителям ту юную красавицу из картины «Доживем до понедельника». Ирина Печерникова ушла из жизни 1 сентября 2020 года после продолжительной болезни. Так символически случилось, что именно в День знаний страна попрощалась с некогда самой красивой учительницей советского кинематографа. Кто не помнит красавчика Микки Рурка из фильма «Девять с половиной недель»? Но сегодня в актере уже сложно распознать главного секс-символа 80-х, который сводил с ума миллионы женщин по всему миру. Вы знаете, Микки Рурк – это Микки Рурк. Девять с половиной недель. Классика. Я не знаю, более харизматичного, более обаятельного мужчины. Тебя это возбуждает. Но как актер довел свою некогда симпатичную мордашку до такого состояния? Дело в том, что Микки Рурк прославился не только как актер, но и как профессиональный боксер. А это не могло не повлиять на его внешность. Он получал не только баснословные гонорары, но и по лицу. Отсюда сломанный нос и рваные раны. Чтобы исправить это, актер обратился к пластическому хирургу. Но неудачно. И лицо Рурка перекосило. Но есть и другая теория таких разительных перемен во внешности актера. Говорят, что Микки Рурк сильно пил, принимал наркотики, постоянно ввязывался в драки и имел проблемы с законом. Такой образ жизни, естественно, не мог не отпечататься на лице актера. Но у него же не только нос восстановленный. У него там филеров накачано было. И во что он превратился? Это был кошмар. Когда смотришь, человек не видит, что на кого он похож. Но Микки Рурк, как настоящий боец, смог взять себя в руки, вернулся на экран. Критики особенно высоко оценили фильм «Рестлер», где его новый образ идеально вписался в сюжет. Никто не может сказать мне, что я свое отыграл. Только вы, ребята. Что касается личной жизни актера, таблоиды не успевают следить за его быстро сменяющимися пассиями. И новая внешность Рурка девушек не отпугивает. А вот он сам никогда не пересматривает свои старые фильмы. Уж больно грустно видеть себя таким, каким уже не суждено стать вновь. Редактор субтитров А.Семкин